30 километров и как сегодня хорошо что такое, пободрее стали я смотрю да, смотри, ровно как уже центрированно розовый одел видите, розовый цвет на многих доминирует сегодня день такой уже солнечный, розовый опять настраиваемся на работу можете посмотреть натяжение вперед-назад ротацию ну что-то в принципе уже все подвижно посмотреть состояние ритмов таза посмотреть, был сегодня завтрак или не было сегодня завтрак и что было на завтрак и что было на завтрак и что было на завтрак хорошо, помню не будем уже тут давить сейчас я прогрессирую посмотреть здесь свободно так уже, смотри, как ты молодец уже так видно, что с вами работали в эти дни, а не просто вы дошла опять посмотрим теофрагма натяжение вчера с позвоночником хорошо поработали, легче сегодня спина да вот у нас есть еще такой позвонок С2 Аталия, найдите второй позвонок вот супер у него видите такой зуб есть называется зуб позвонка вот он может у нас связан как раз там ведет уплотнику утолщение дураматор вот найдите этот зуб у себя да болезненно и можете его захватить и поротировать лобную кость вообще считается что C1, C2, Атлоз и Аксис эти два позвонка между собой они адаптируют все тело к голове поэтому всегда поставить атлас невозможно есть у вас атласаправители такие нет атлас пани да есть да остальные нет да есть 200 евро 800 евро ну да 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 правильно коммуналку оплатил все а да электричество. Хорошо, смотрите, мы фиксируем С2 и делаем ротацию. Смотрим, куда идет, куда не идет, находим натяжение. Потому что там идет утолщение, расширение, вернее, дурамотор, который как в лимбальной части, так и в шейной части, оно расширяет. Можете почувствовать тепло. Там есть расширение дурамотор, как в лимбальной части, так и в шейной части. И очень хорошо снимает натяжение С2. Прямо на него, прям вот так двумя пальцами вот так становитесь. Вот так, да, и толкаете чуть-чуть. А здесь ротируете лобной кость. Потому что вот этот комплекс затылочной кость, первый, второй, они очень подвижные, они самые подвижные. Если остальные, то на трофлексе. А эти еще. И вы можете и наклон делать, и поворот, и посмотреть туда. Это очень хорошо наблюдать, как этот комплекс работает, когда женщина едет за рулем. Она смотрит и сюда, смотрит и на телефон, и подкрашивается все одновременно. Ребенка там качает одной рукой. Или маршрутчик у нас. Он и звонит, и деньги, это раньше было, когда он одновременно и рассчитывал, и тут же может перекурить еще. Такие были мультифункциональные паршрутчики. И у него смотришь там вот такое положение. Надо удерживать мобильный телефон, рассчитывать все. Смотрите, как хорошо. Флексия встанет. Знаете, какая хорошая пошла. Видите, расслабили, С2. Видите, флексия встанет. Видите, вот прям вот вытяжение дороматор стало. Иногда так делаешь, и люди думают, вот так вот, все. Слыть. Эти демоны выходят. Ну там дышать так тяжело. Фух. Подышите. А вы змею и сразу. Раз. Орально. Орально. Хорошо, что орально. Это оральные демоны. Супер. Смотрите, как. Расслабьте. Расслабьте. Разные, поэтому и демоны разные. Да, хорошо. Вы проверили, прошлись по швам. Посмотрели швы. Проверили здесь. Проверили здесь. И со швами очень интересно, потому что действительно они зубчатые эти швы. И при сильных натяжениях зубцы могут идти вовнутрь и раздражать постоянно дороматоров. Вы видите, здесь надо хампат. Хампат выявят, саду, 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 саду. Особенно это может проявляться, когда вот такие перепады. Сильные температуры, тут внутричерепное давление страдает. В медицине есть понятие сезонное обострение. Это осеннее весеннее пора. Тогда как раз приступы эпилепсии, биполярные расстройства, пограничные состояния усиливаются. Очень хорошо работать крайне с окрами, со швами, проработать, найти болезнь. Вы знаете, что раньше изгоняли, лечили эпилептические приступы с помощью трепанации. Дерычки делали в болезненных точках и человека оставляли. Умирать? Да. У нас сетки, сетки за тава год. То есть это нормальная практика? Ну это черепное давление. Да. В девятнадцатом веке еще раз просили, не ногу было. так лечили дырку сделать и все нормально деревяшку вставлять там зарастало все ну кожа фастая нас зарастает до 19 века это описаны такие случаи работы это считалось нормой нормальный в 60-70-х годах эпилепсию лечили перерезали мозолистое тело но серб идет за серпом мозолистое тело седине делали перераз в 60-70 много было вещей разных экспериментов хорошо вот мы проработали швы идем на носовые кости мы делали декомпрессия трансляция смотрите вот сейчас у нее все хорошо двигается она как-то сведите у него симметричнее она стала сама да то же самое здесь мы проработаем вот так потянем вытянем все подвижно дальше у нас будет скуловые кости скульпцируем откроем и закрываем рот геннадий решил наверное опоздать потому что он знал что его могут вызвать вспоминайте кто вас это на кого злитесь можете вначале отработать выходы нерва до отработать потом еще немножко этот немножко это расслабьте челюсть вот видите сразу легче ставите как что сразу же форма как-то опять таки можете делать компрессия декомпрессия как мы это делали и одеваем перчаточки но во рту техники не должны быть долгими вы должны успеть ну как вы потренируетесь на ком-то у кого он лежал да там близкий человек что-то пообещайте ему взамен такое что-то пообещайте потом попрактикуете захватываем верхнюю челюсть вот нюбные пластинки можете протестировать и вот эта сторона больше болезненно это сменим большой палец идет на выход и делаем тракцион давайте сейчас с масетером поработаем это проблемная зона да находим открываем закрываем хорошо выходим сразу на скуловую кость захватываем верхнюю челюсть захватываем верхнюю челюсть делаем к себе от себя ротация в одну ротация в другую здесь я фиксирую длинновидную кость делаем тракцию к потолку потом я спускаюсь вниз до до перехода между нюбными пластинками и нюбной костью там есть такую ямку может у себя нащупать ямку вот переход и делаю торсию видите палец идет у меня туда-сюда у тебя трансляция тоже самое делала вот сюда чувствуете да то же самое как с верхней челюсти помню делали туда-сюда так-так и растяжение здесь она так-так так-так и компрессия декомпрессия компрессия вот все можете постоять синхронизировать движение клиновидной кости и сашника да это 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 парус такой вот если он зависит от влияния как верхней челюсти он может меняться так и от влияния клиновидной кости если он ратируется то и носовая вот эта перегородка тоже будет ратируется можно захватить как раз вот чуть ниже носовых костей как раз проекцию решетчатых костей и порастягивать тоже вот носовые чуть ниже и чуть-чуть постоим синхронизируем с крайне от сакранного сейчас я покажу на модели черепа как ощущения и перед тем как это работать можете еще проверить макс и как ощущения ну что же дышит лучше нас и тут как будто место больше расширение такое хорошо вставать поэтапно начнем нету хорошего черепа там не лежит вот такой целостный не дырявый поискать просто там вот я захватываю как раз вот нёбные пластинки а тут становлюсь на вот как раз на и и чуть-чуть на выход раньше и немножко вот так растягиваю разные там работают с массе талкаю скуловую кость выхожу на верхнюю челюсть при этом я фиксирую клиновидную кость и делаю движение вперед назад торсия декомпрессия и вот такая тракция помните консервная банка потом я спускаюсь видите вот здесь как раз есть бугорок такой мух или лох бугор или дырка может у кого-то бугор быть а у кого-то дырка а как там появилась дырка не дырка не в плане а выпуклость выпуклость и пуклость понятно мук и лох да вот и вы здесь находите вот именно на границе вот этих пластин и как раз на границе ёмных пластей мы становимся сюда и мы делаем торсия сдвиг да и немножко компрессия отпустили компрессия и постойте какое-то время синхронизируйте сквиновидной костью и синхронизируйте только на гилюка и потом синхронизируйте вот чуть-чуть ниже взяли проекция решетчатой кости ну и начнете работать будет понятнее начните с самого начала поэкспериментируйте друг на друге будет лет вкусност да будет лет